Коллеги, рядом со мной Александр Выголко, компания MyRetailStrategy. Здравствуйте! Добрый день! Вы были спикером нашей деловой сессии, давайте подробнее о теме. Да, сегодня я рассказывал о древности на образовании в ритейле, о том, как подобного рода решения помогают, собственно, компаниям контролировать свою прибыль, как помогают избегать подобного шторма, в который там последнее время, наверное, уже в очередной раз попадает в наш рынок. Собственно, об этом говорили. Какие-то, может быть, основные моменты для тех, кому не было удачи попасть на вашу сессию? Ну, смотрите, какие основные моменты, на самом деле? Что важно сейчас знать вообще, в принципе, о рынке ценообразования? Во-первых, ценообразование существенно претерпело, скажем так, изменения за последние годы, в том плане, что если раньше компании, условно говоря, работали на Excel, и всем это было достаточно, и все считали, что все окей, то в последние годы, на самом деле, очень наблюдается резкий тренд в сторону автоматизации всего этого процесса, в сторону перехода к так называемому DT-driven ценообразованию. Это подход, когда все решения по ценам принимаются на основании данных продаж. Получается, роботы уже решают, какую цену лучше поставили, чтобы компания чувствовала себя хорошо, но при этом покупатели покупали? Да, практически это и означает, здесь единственное, что важно, конечно, понимать, ни одна система не работает без человека, и, конечно же, здесь самый главный посыл, который нужно, наверное, понимать нашим ключевым клиентам, это то, что подобного рода системы, они помогают человеку делать свою работу более эффективно. Может быть, еще пару слов всем участникам рынка от вас? Ценообразуйтесь, приходите к DT-driven системам, уходите от Excel, особенно если у вас большое количество торговых точек, если вам кажется, что все окей, поверьте, вам просто ваши руководители отделов ценообразования очень много не договаривают. И закончить, наверное, индийской поговоркой – лошадь сдохла, слезь. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.